напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать какого советского государственного деятеля подарила миру сибирской деревне большая тесь а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это константин черненко его предок попал в большую тесь как сильный крепостной к сожалению деревне большая тесь исчезла с карты так как была затоплена при наполнении красноярского водохранилища в 1972 году это первые пять маршалов советского союза из них были репрессированы сколько жертвами сталинских репрессий стали тухачевский егоров и блюхер а вот ворошилов и буденный пережили все чистки и дожили до глубокой старости куда в столицах союзных республик ссылали неугодных за пьянство и проституцию одним из советских ограничений был 101 километр эта мера значила что человек не имел права проживать в крупных городах или рядом с ними ближе 100 километров от указанных городов а за нарушение они могли отправиться на зону на пару лет какой мультфильм уолт дисней подарил советскому союзу в честь победы во второй мировой войне в 1948 году уолт дисней подарил ссср как союзнику по второй мировой войне копию мультфильма бэмби он стал первым американским мультфильмом который демонстрировался в соответствии с прокатным удостоверением до этого советские зрители уже видели диснеевские мультики например пляска скелетов очень нравилось сталину какая награда полагалась советской женщине которая родила семь детей родив и воспитав семерых детей женщина награждалась орденом материнская слава третьей степени орденами второй и первой степеней награждались женщины родившие соответственно 8 и 9 детей эта награда занимала промежуточное место между орденом мать героиня за 10 детей и медалью материнства за пять и шесть детей сколько людей проголосовали за сохранение ссср на референдуме в 1991 году 17 марта 1991 года прошел всесоюзный референдум в ходе которого граждане союза выразили свое мнение по поводу необходимости сохранения страны в референдуме приняли участие 148 миллионов человек с правом голоса из которых 113 миллионов а это 76 процентов высказались за сохранение ссср но вопрос в бюллетене имел двойной смысл и трактовать ответ можно было по-разному что и повлияло на распад страны сколько женщин было удостоено звание героя советского союза звание героя советского союза было учреждено 16 апреля 1934 года она присуждалась за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий а также и в мирное время за время существования ссср этого звания удостоилась 95 женщин космонавт светлана советская стала героем советского союза дважды на каком полуострове ссср был расположен мыс челюскин мыс челюскин северная оконечность одноименного полуострова расположенного на севере полуострова таймыр это самая северная материковая точка евразии азии и рсфср а также самая северная точка континентальной суши в 1932 году экспедиции арктического института под руководством рудольфа самойловича на ледоколе семён дежнёв на мысе челюскин сооружена полярная станция вторую зимовку возглавил папанин расширив станцию до обсерватории при каком недуге советские граждане использовали раствор марганцовки перманганат калия или марганцовка это один из наиболее распространенных антисептиков в советское время достаточно было растворить пару кристалликов в воде чтобы получить необходимое средство таким раствором промывали раны порезы обрабатывали мозоли также марганцовка широко применялась при проблемах и расстройствах желудочно-кишечного тракта в частности при отравлениях правда ли что советские манекенщицы получали такую же высокую зарплату как и министры зарплата советских манекенщиц была незавидной в советском союзе профессии демонстратора одежды была непрестижной и малооплачиваемой красавицы числились в должности рабочий 5 разряда ставка модели составляла 76 рублей это меньше чем ставка неквалифицированного работника в главном женском журнале странной работнице даже писали что быть манекенщицей позорно и таким девушкам должно быть стыдно показывать чужие платья сколько созвездий на небе насчитали советские астрономы ночное небо создает видимость бесчисленного количества небесных светил беспорядочно находящихся по расположению друг к другу которые вырисовывают созвездия на небе на видимой части неба видно больше чем 3000 звезд а на всем небе 6000 в 1922 году ученые астрономы насчитали на небосклоне 88 созвездий из них 37 находятся в северном небесном полушарии а 51 в южном что в советские времена называли эгалитаризм эгалитаризм эта концепция подразумевающая равенство политических экономических и правовых возможностей всех членов общества является разновидностью утопического социализма который подразумевает уравнивание людей как основу социальной жизни что с 1972 года для советского человека означали цифры 3 62 в начале семидесятых годов цифры 3 62 были знакомы больше числа пи в мае 1972 вышло постановление цк кпсс и совмина ссср о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма тогда же водка подорожала до 3 рублей 62 копеек в свободной продаже остался всего один ее сорт именуемый в народе коленвал на этикетке надпись водка была выполнена наподобие коленчатого вала в каком году в ссср появилось цветное телевидение а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео 1 октября 1967 года в москве в студии московского телецентра на шаболовке было открыто регулярное цветное телевизионное вещание по совместимой советско-французской системе сикам на 625 строк открытие цветного тв было приурочено к 50-летию октябрьской революции в каком детском журнале во времена ссср появились первые комиксы главными героями которых были самоделкин карандаш незнайка и другие веселые картинки фактически стали первым официальным изданием в котором публиковался полноценный вариант советских комиксов их героями выступала группа веселых человечков интернациональная команда персонажей сказок разных стран незнайка петрушка гурвинек буратино чиполина дюймовочка самоделкин и карандаш что общего было у владимира ленина и александра керенского у александра керенского и владимира ульянова много общего они родились в одном городе в один день в симбирске ныне ульяновск 22 апреля только с разницей в 11 лет их семьи дружили а отцы занимали руководящие должности в сфере образования оба выучились на юристов пришли в политику и со временем стали первыми лицами государства херенский с июля по октябрь 1917 года возглавлял временное правительство а ленин сменил его на этом посту после октябрьской революции анна ивановна щетинина первая не только в ссср но и в мире женщина занявшая должность какую анна ивановна щетинина первая в мире женщина капитан дальнего плавания в возрасте 24 лет она получила штурманский диплом а 25 января 1934 года диплом капитана дальнего плавания своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир проведя грузовой пароход чай с гамбурга через одессу и сингапур в петропавловск камчатский сколько граждан ссср погибло в годы великой отечественной войны согласно заявлению сталина в марте 1946 года в марте 1946 года сталин в интервью газете правда заявил что ссср потерял в годы войны 7 миллионов человек правда написала в результате немецкого вторжения советский союз безвозвратно потерял в боях с немцами а также из-за немецкой оккупацией угона советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек сегодня данные официальной статистики говорят о 26 миллионов человек но некоторые исследователи считают и эту цифру существенно занижены какое право получили в подарок советские футболисты за победу в финале кубка европы в париже в 1960 году в июле 1960 года сборная ссср по футболу победила в финальной части первого в истории кубка европы которая проходила в париже за победу футболистом выдали премию 400 франков а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги дело в том что даже имея на руках необходимую сумму в советском союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется этот предмет в данном коротком ролике и для чего его использовали а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И для чего его использовали Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест